Новый взгляд Нелегальный извоз Сколько миллионов недополучает региональный бюджет Из-за работы бомбил Головокружение Что делать, чтобы карусели приносили только радость Помузицируем Во второй музыкальной школе Прошел уникальный мастер-класс Но в начале выпуска Утро 23 апреля Для работников следственного комитета Началось с неприятной находки В одном из подъездов Жилых домов города Соликамск В микрорайоне Клистовка Обнаружен труп мужчины Без признаков насильственной смерти По данному факту На место происшествия выехала следственно-оперативная группа В настоящий момент Следователями по материалам дела Ведется проверка и устанавливается личность погибшего Ну а теперь К основным новостям Колейщики вновь убирают лучшего в профессии На этот раз в ежегодном конкурсе профмастерства Жюри предстояло выбрать лучшего лаборанта Очередной конкурс профмастерства Прошел среди работников Уралкалия На этот раз свой опыт в работе Показывали лаборанты на территории БИС-2 СКРУ-1 12 девушек из Березняков и Соликамска Соревновались друг с другом Под пристальными взглядами жюри Татьяна Евтушенко уже два года Работает лаборантом химического анализа СКРУ-1 За два года она, конечно, опыт приобрела Но к конкурсу все же она готовилась основательно В подготовке конкурса помогло то, что недавно окончила институт Также Пролистала книжки, методики Почему решила участвовать в конкурсе? Решила сама пойти участвовать в конкурсе Хочу узнать свои знания Как хорошо я знаю химию Подобный конкурс в объединенной компании Уралкали Проводится второй раз, но несмотря на это Он пользуется популярностью Ольга Ускова три года посвятила профессии Лаборант химического анализа Участие в конкурсе она принимает первый раз Волнение сопровождает ее от начала экзамена Готовилась Сначала у нас было теоретическое знание Сейчас практика Готовилась и практически, теоретически Читала Надеюсь, что все будет хорошо Что победа будет за нами Подготовка – это, конечно, хорошо Но вот когда за твоей работой Пристально наблюдают и записывают возможные ошибки Очень сложно сосредоточиться Но девушки готовы к такому испытанию Цель конкурса – во-первых, обмен опытом Во-вторых, посмотреть, кто у нас лучший И именно оценить степень профмастерства участников Ну и к тому же посмотреть, где нам нужно будет поработать с людьми Чтобы они были на уровне Окончательный же результат будет известен 17 мая в преддверии Дня химика А пока всем участникам конкурса профмастерства придется попереживать До того дня, когда в торжественной обстановке будут награждены лучшие из лучших Евгения Константинова, Сергей Зебзеев, телекомпания «Сольтовая» К другим новостям Если бы сегодня удалось легализовать всех таксистов То бюджету этого принесло 200 миллионов рублей Именно такая цифра была озвучена на совещании Министерства промышленности Для выявления нелегальных таксистов было принято решение Выходить в рейды и наказывать за незаконный извоз О том, какие еще новости привлекли внимание нашего редактора Смотрите прямо сейчас Дорогой Египет! С 1 мая туристическая виза в страну Пирамид подорожает И за нее придется заплатить уже не 540, а 900 рублей Повысить цену на въезд в Египет планировалось еще осенью прошлого года Но тогда власти опасались, что это снизит приток отдыхающих И приостановили визовую инфляцию Сегодня же власти Египта уверены, что на туристический бизнес рост цен не повлияет Жилье для молодых Субсидию почти в 124 миллиона рублей получит Пермский край Из федерального бюджета для обеспечения жильем молодых семей Это на 49 миллионов больше, чем в прошлом году По данным Минсосразвития, стоящие в очереди на жилье молодые семьи Получат выплаты в размере 35% от средней его стоимости Всего в рамках программы к 2015 году планируется обеспечить жильем более 10 тысяч семей региона Упрямый конь Апрельской ночью два молодых человека в подъезде одного из соликамских домов Увидели мир настоящий мопед План созрел мгновенно Они выкатывают железного коня на улицу и скрываются на нем в неизвестном направлении Но железный конь оказался вредным Как не пытались ребята его завести, все было бесполезно Однако, мопедокрады наделали такого шума во дворе, что проснувшиеся жильцы ближайших домов вызвали полицию Которой похитители и были задержаны на месте преступления Преступное логово В одной из квартир соликамска полицейскими был обнаружен наркопритон Его организатор, 34-летний наркоман, совместно со своими клиентами Изготавливал запрещенные вещества из лекарств В ходе обыска в злополучной квартире стражи порядка нашли упаковки от медицинских препаратов Бутылки с остатками, кодеиносодержащих веществ, посуду для изготовления наркотиков и шприцы со следами дизаморфина По данному факту возбуждено уголовное дело Великолепная четверка Четверо соликамцев стали призерами чемпионата края по бильярду среди инвалидов Проходившего в рамках 4-го паралимпийского фестиваля По оценкам пермских судей лучшим игроком в бильярд стал Сергей Вяткин, занявший первое место Алексею Зайцеву присудили третье место Алексей Казанцев и Александр Наговицын получили призы зрительских симпатий Поздравляем наших спортсменов с успешным выступлением Сейчас реклама и прогноз погоды А во второй части выпуска вы увидите В среду 30 апреля соликамский термометр днем покажет плюс 10 градусов Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба Ветер южный 5 метров в секунду Малооблачно, возможно, небольшой дождь Ну а теперь о погоде в других городах В Чердине температура воздуха будет плюс 15 градусов малооблачно В Перми днем ожидается плюс 16 градусов пасмурно В Губахе температура воздуха днем плюс 9 градусов ясно В Екатеринбурге температура воздуха днем плюс 15 градусов ясно и без осадков Наверняка у многих был момент, когда с карусели уже слез, а вокруг все продолжает кружиться С чем это связано и как с этим бороться, расскажет врач Светлана Чиликова Многие родители жалуются, что их ребенка укачивает в транспорте Действительно, для многих родителей поездка в транспорте – это настоящая проблема Это связано, скорее всего, со слабым развитием вестибулярного аппарата Вообще, вестибулярный аппарат – это орган, который отвечает за чувство равновесия Он расположен во внутреннем ухе и формируется он только к 10-12 годам Поэтому, конечно же, мы рекомендуем упражнения для развития вестибулярного аппарата Их родители начинают еще с периода новорожденности, сами того не подозревая Когда ребеночка укачивает в качельке, в колясочке, в люльке или даже укачивает на руках Все наши самые любимые игры – это упражнения на фитболе, на большом мяче, это игра самолетик, это ямку-бух Это все развивает координацию движения Когда ребенок становится постарше, он более уверенно ходит, он более уверенно стоит Поэтому тут рекомендуется игры и танцы, и юла, то есть вращение вокруг себя Очень приятные игры для детей – это катание на горках, на качелях, это батут, это специальные надувные аттракционы, которые мы тоже приветствуем Это все развивает вестибулярный аппарат малыша Поэтому, конечно же, рекомендуется эти упражнения все-таки делать за час до сна или после, и, конечно, после еды И двигательная активность, и вот эта гимнастика способствует тому, что ребенок у нас и здоров, и физически развит И, конечно, это укрепляет вестибулярный аппарат малыша В последнее время в наш город все чаще заглядывают творческие коллективы с интересными спектаклями и концертами И как хорошо, что они находят время для общения с юными дарованиями Одна из таких творческих встреч прошла вчера во второй музыкальной школе Субтитры подогнал «Симон» Узнали нотки ирландской и шотландской народной музыки? И вам безумно захотелось петь или танцевать? Все правильно, вы не ошиблись, это знаменитый дуэт Шеннон Ребята славятся удивительным стилем игры и способом ее подачи В основе их музыки настоящая культура небольшого, но сильного духом народа Михаил Желтиков и Денис Кузнецов начинали свой творческий путь с изучения общей европейской музыки Затем сконцентрировались на изучении традиций Ирландии, Шотландии и Англии Идея эта пришлась по вкусу и спустя некоторое время на свет родились удивительные мелодии, ласкающие слух Подвластна дуэту Шеннон и современная музыка Эту мелодию вы наверняка узнали с первого раза «My Heart Will Go On» из кинофильма «Титаник» По лицам наших соликамских ребят было видно, что пара инструментов и талантливые руки способны творить чудеса И достигнуть такого же уровня можно, нужно только упорно трудиться и не останавливаться на достигнутом Форма творческой встречи – это некое музыкальное общение, когда сначала играют одни, потом другие Обмениваются опытом, узнают много нового и интересного «Ирландия» Продлилось такое творческое общение не более часа, но и после встречи дети не хотели отпускать гостей, а все время что-то спрашивали и пробовали свои силы на современных инструментах, а точнее на электронной скрипке. Можно было пообщаться после концерта с скрипачом, поиграть на инструменте, но было очень здорово. Волынку очень трудно услышать в нашем городе, мне очень понравилось, особенно не одна, как-то две их было, очень красиво было. И скрипка необычная, я всегда ее видел только на картинках и очень сильно хотела ее услышать. А тут еще и в руках подержал. Да. Ну и как ощущения? Ну, очень хорошо, такая акустика была еще. Стильная такая? Здорово, да, очень было. Если дети все новое и интересное впитывают как губка, то чем же такие встречи полезны уже для опытных исполнителей? Для нас тоже опыт, потому что мы этим занимаемся давно и, знаете, для нас уже многие вещи, как само собой разумеющиеся. Вот, а дети задают такие вопросы, простые и конкретные, что начинаешь свой же инструмент, когда про него рассказываешь, заново открывать. Потому что какие-то простые вещи нужно рассказать об этом. Это интересно. Итог всей встречи – обмен не только опытом, но и душевным настроением. Ведь дети всегда честные и искренние. А музыка тогда настоящая, когда затрагивает не умы людей, а их сердца. Дуэт Шеннон приехал в наш город не только с целью проведения мастер-класса. Завтра в 18.30 в Доме культуры и бумажников состоится их концерт. Билеты еще можно заказать по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Это все новости на сегодня. С вами была Евгения Константинова. Увидимся с вами завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!